Звучит музыка Друзья, вы ожидаете наших комментариев к посланию и высылкам Зураастра. Кстати, чисто славянское имя, даже в трактовке Воланского и в той передаче этого имени от немцев. Зин дэшта, то есть жизнь дающего, но по богатству смыслов и языка про славянская речь, как вообще любая славянская речь, богаче любой другой на земле и вполне без трактовки Воланского. Тут читается свет дающий, озаряющий и так далее. Смысла много, но характер их уже понятен. Но мы пока воздержимся и в первую очередь послушаем комментарий самого Классена, на которого, как вы уже поняли, в первую очередь и опирается наш обзор. Итак, четырнадцатый высылок. Зураастра. Четырнадцатый высылок основал Верену, город Четырехугольный. Там родился человек с тройною силою, убивший Дегака. Он же ввел в вольные дома женщин, которые выманивали у мужчин деньги. Можно тут все рассматривать, решать в более подробных, так сказать, смыслах и характерах этих всех загадочных имен. Но, по крайней мере, уж о последнем, нет никакой загадочности насчет вольных домов для женщин, которые выманивали у мужчин деньги. То есть, проституток. Классен, трудно решить, азиатский ли это город Воронаши или иллирийский Воронаш, ныне Черкнец, в Элаихбахском округе, или, может быть, наш древний Воронеж на реке того же названия, или, наконец, ломбардо-венецкая Верона, принадлежащая ныне славяно-итальянским Венедам, которые, впрочем, по Страбону составляли уже выселок прибалтийских Венедов. Заметим, что это Верена, Верона по филяту, это чужая диспотия еще так определялась. Ну, слушаем Классена, хотя по летописям и видно, что Верона основана кельтами, но, как язык кельтов весьма близок к славянскому, следовательно, и к бактрийскому, и не только, что заключает в себе множество слов чистых славянских, как в примере образований скала, баня, навеза, хатари, гул, борзда, тын и прочее. Но и конструкция имеет славянскую, так что Аппиндини еще в прошлом столетии утверждал, что кельты и геты говорили славянским языком. То намек зараста, сказание летописи, критические исследования иностранных ученых и наша догадка не составляют между собою противоречия. Славянство кельтов подтверждается и самою формою обоих прозвищей у римлян и греков, как, например, кельты, кельтычи и гали, галличи. Отсюда происходит коалиция испанская и, по всей вероятности, и галлич русские. Окончание существительных имен на «чи» относится единственно к одним славянским наречиям, как, например, русичи, галличи, бодричи, лютичи, лужичи, гломачи и прочие. Прозвание кельтов и кельтичами или, может быть, гораздо правильнее колтычами сварливыми в немецких летописях существовало в VII веке за собрами и сорабами или лужицкими и за сорбами в городе Сорави, ныне Сораву. У нас в России существуют места и по сие время подобные тому прозвища, как, например, хлыновцы и кулаки в московской губернии, варяжи в Тверской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Товбовской и многие другие. Казаки в Малороссии, Архангельске, Вологде и в других местах, а бурлаки во всей России. Ну, такого вот мнения придерживается классы. Заметим, что с таким его суждением о кельтах, как о неких славянах, в принципе, праславянах, из общего корня арийского, нельзя не согласиться. Вот и дальше он приводит такие аргументы, что кельты были славяне, подтверждается еще и тем, что в некоторых летописях, как, например, Замолксис или Замолк, если отнять римское предаточное окончание, назван основателем друидов. У Лукиана клянется скиф величайшими богами своего отечества Акинакам, мечом, и Замолксисом, замолком, клянется он мечом и ветром, следовательно, замолк есть бог ветра у скифов. Как видите, это бесспорно славянские слова, в корне лежащие и объясняющие многое из так называемых непонятных греческих передач богов кельтов ли, скифов ли. Замолк же часто и утвердительно называется у историков главным божеством предунайских гетов, по мнению которых люди бессмертны и после земной жизни переходит в небесное царство Замолка. Замолк был главным божеством у гетов. Его сравнивали с греческим Хроносом, Диоген Лаэрци и Фотий. Свидас показывает, что гетты почитали замолка Захроноса. Платон упоминает о замолковом мучении относительно бессмертия души. Кроме того, кельтов называли римляне кельтоскифами, а скифы, как известно, были предки славян, что доказывают ныне и новейшие германские историки. Следовательно, и кельты были славяне, да и самое имя Замолк есть славянское и означает доброе расположение божества, когда оно перестало дуть свирепо. Ну что ж, если для кого-то это слишком натянуто и не очень достоверно, но для нас это убедительно. Мы ставим огромный плюс к Лассену и далее слушаем его, ибо это тоже интересно. Здесь должно еще заметить, что историки причисляют к итальянским кельтам гломачий, которые, заметим, в наше произношение некоторых слов, возможно, и неправильны. Сами понимаете, наш язык позволяет нам говорить и гломачий, и гломачей и так далее. Но мы несколько уже тратили смысл этого, и потому просто слушаем дальше Классена, который так говорит по Шафарику. Славяне – вольцев по Шафарику, тоже славянское племя, ретов по Ливию и Нестору, славян, украинцев, тихошагов, боев и готинов, то есть гетты-унны, о которых будем говорить ниже. Пиктит утверждает также с родство их со славянами. В заключение скажем, что большая часть городов и урочи скельтийских носят унитара названия славянские, как, например, Чепяна, Руда, Тула, Литава, озеро Плесса, гора Шар, Бронитын, Брянск, Бриславль и другие, ныне Руан, Тулонь, Британь, Платензеи и так далее. Ну, заметим, сами понимаете, латинский вплыв потом все, так сказать, исказил произношение, написание и прочее. У него же, далее слышим у Классена, у него же мы находим и многие другие кельтославянские названия городов и рек, ныне совершенно изменившиеся, как, например, река Моза, ныне Маас, Ковель, Шалонь, Пиктава, Мета, Битурица, река Секвана, Лува, Тра, Трикасино, Магонция, Майнц, река Лигер, Лигонь, формация Формс, Мелида, вероятно, Милан, Туронь, Елизач, Саберна, вероятно, сборная река Родань, вероятно, Родень, Рона, Уримлен, Роданус, Ременцы, Реймс, Веридунь, Контвих, вероятно, Конедвиг, на речке и ныне называемой Конь, Меличак на Сене, то есть переправа, скажем так, ну, для коней, естественно, Меличак на Сене, река Савгана, река Рень, Рейн, Ири, Уримлен, Ренус и прочее. Кельтов звали также и Голядами, Голатами, а Голяды оказались также в числе племен Кривичей на Протве и их же следы в селе Гольтье во Франции. Заметим, может, и Голядами их так и именовали, так как они любили воевать, обнажая свой накачанный, ну, скажем, условно, торс. Ну, это так, в виде шутки, но в каждой шутке, сами знаете, возможно, доля правды. Субтитры создавал DimaTorzok